Я так понимаю, одна минута очень важна в нашей жизни. Меня зовут Сергей, я верую в Сухоперстан. Я этого не скажу. Я и думаю, мы идем к Богу. И мы молимся о том, чтобы это место здесь, это служение действительно приводило людей к Богу. Не в религию, не в секцию, не в какую-то такую чушь, которая дымит нам верить. Но в то, что действительно мы доверяем свою жизнь для чего-то светлого, для спасения наших душ. Есть одно место в Писании, которое мы всегда сталкиваемся в нашей жизни. Это действовать по ситуации или действовать по тому, что написано в мире. Ну, просто пример. Нежелательная беременность. Что в такой ситуации? Логика нам подсказывает делать аборт. Потому что это нежелательность. Но что по этому поводу может сказать Бог? Что по поводу скажет Бог по мужеловству, про геев и так далее. Еще раньше это было не принято. Сегодня мы видим, что эти меньшинства уже могут что-то нам сказать и предъявить. В Библии очень важно. Есть место Писания. И вообще в Библии написано о том, о подотчетности. Я хочу, чтобы моя жизнь была подотчетным Богом. Очень сложно общаться с человеком. Особенно это в футболе сказано, когда мы начинаем ссориться, что-то случилось, пол или еще ты спалил. Если я не подотчетный, я уверяю, что если нас ссорить на эмоциях, то судья ничего не сделает. По большому счету. Потому что если эмоции меня зацепили лично, я никому в этот момент не подотчетный. Пусть ломается поле, пусть этот турнир рухнет менями. Но когда человек подотчетный Бог, у него есть стоп. Именно этим отвечает верующий человек. В Библии написано на одном месте Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не смел произнести укоризменно суда, но сказал, да запрети тебе Господь. У Ангела была власть. Ангел Архангел, все наверно слышали, у него была власть над дьяволом. Но он был подотчетный Бог. Я хотел бы, чтобы мы сегодня играли, будет сложно. Вы сильные соперники, мы сильные соперники. Но есть эмоциональное составляние. Кто кому что там свалил и начинается это выдерживать. Есть ли у нас подотчетность Бога? Это в первую очередь очень важно слышать сейчас верующим людям. Есть ли у нас этот стоп? Очень важно в Библии сказано о том, что даже если у тебя есть власть, ты подотчетный Бог или ты подотчетный себе. Когда я подотчетный себе, это мразь. Потому что это приводит всего в что угодно. Я никому не причиняюсь. Я Бог. Это проблема. Так что я желаю, чтобы действительно в нашей жизни мы были подотчетным Богом. Господь, спасибо тебе за этот чемпионат, за солнце, Господь. Спасибо за команду соперников, Господь. Борисови, пожалуйста, этот футбол. Береги, пожалуйста, нас от эмоций, от злости, Господь. Чтобы классно сегодня побегали к футболу, Господь. Слава тебе, моя молитва, со Христа. Аминь. Аминь.